Меня зовут Алексеева Наталья, отделение дерматологии «Белый клык». Сегодня хотелось бы поговорить по мифам ветеринарной дерматологии, потому что, на мой взгляд, тема все-таки, которая остается немножко актуальной, потому что есть какие-то устоявшиеся шаблоны, мнения, которыми все верят, которые из уст и уста передаются, и, собственно говоря, не только владельцы, но и сами врачи тоже эти мифы поддерживают. Поэтому мы сегодня про часть из них поговорим, и часть мифов этих с вами разберем. Итак, про что сегодня поговорим? Это, во-первых, про курицу, про лысеющую кошку, которую нужно отправить к эндокринологу, про белых животных, про то, что блох не существует. Попробуем с вами избавиться от стафилококка, попробуем разобрать, насколько актуальна нам будет кровь в дерматологии, полечим печень, упомянем экземы, немножко поговорим про ушки и немножко затронем дерматологический прием. Итак, вот эту фразу «Доктор, у нас аллергия на курицу», наверное, упоминает через один каждый владелец, то есть это курица, она источник всех бед и почему-то все думают, что если какая-то проблема идет с кожей, зудом, то это обязательно пищевая аллергия, обязательно курица. Но прежде чем, собственно говоря, винить курицу, нам нужно ответить с вами на два таких основных вопроса. А вообще, в принципе, аллергик ли к вам пришел? И второй вопрос, на что еще, в принципе, кроме курицы может быть аллергия? Итак, всего, по большому счету, есть три вида аллергии. Это гиперчувствительность к укусам блох, это атопический дерматит, либо не пищевая аллергия, и, собственно говоря, пищевая аллергия. И если мы говорим о частоте встречаемости и процентовке, то как раз атопические дерматиты, гиперчувствительность к укусам блох, они занимают приблизительно равные позиции и наиболее часто встречаются. А вот пищевая аллергия в процентовке, максимум процентов 10, наверное, всех аллергиков страдают пищевой аллергией. И из этих пищевых аллергиков, собственно говоря, курица занимает тоже не такой уж большой процент. То есть, если взять вот это все за 100%, курица там играет совершенно небольшую роль. И если мы поговорим про частоту встречаемости, в принципе, на что бывают пищевые аллергены, то у собак это прежде всего говядина, это молочные продукты, курица и пшеница. У кошек это говядина, рыба и курица. То есть, да, курица здесь упоминается, но курица это далеко не первый продукт лидирующий, который вызывает аллергию. На второй вопрос, на который вы должны себе ответить, это вообще, в принципе, аллергик ли перед вами. Потому что у собак и у кошек симптомы аллергии могут выглядеть совершенно по-разному. И если, предположим, у собак мы можем клинически немножко выделить реакцию на гиперчувствительность кукусомблог, которая больше занимает спину, круп, заднюю часть тела, то пищевая и топический дерматит клинически будут выглядеть совершенно одинаково. То есть, это будут атиты воспаления ушей, поддерматиты воспаления межпальцевых пространств, также характерно поражение изуд в области подмышек, область под хвостом и сгибы локтей. Ну, и эта собака обычно чешется. Вот. Если мы говорим про кошек, то у кошек все вот эти три аллергии выглядят абсолютно одинаково, и клинически одно от другое мы совершенно с вами отличить не сможем. И у кошек есть таких несколько, как симптомы комплексов, которые могут нам говорить о том, что эта кошка аллергик. Первое – это, собственно говоря, зуд в области головы и шеи. То есть, кошка, которая себе чешет шею, чешет морду – это аллергик. Вот. Следующее – это самоиндуцированные, так называемые, аллопеции. То есть, это аллопеции, которые кошка сама себе вылезала. И это комплекс и азинофильных гранулем, куда входят и азинофильные бляшки, и эндолентная язва, и, собственно, и азинофильные гранулемы. И еще так называемый миллиардный дарматит, который достаточно классически выглядит. По спине, по линии спины идут такие корочки, как такие небольшие уплотненица, которые обычно тоже чешутся. Ну, если про собак поговорим, да, про собак аллергиков, то достаточно классический аллергик – это воспаление в межпальцевых пространствах, как дарсально, так и пальмарно, либо плантарно. Это зуб в этих местах, плюс может наслаиваться туда вторичная инфекция. Это уши – достаточно частое место, где проявляется аллергия, может просто начинаться с какой-то эритемы и уже развиваться до каких-то серьезных воспалений. Также у собак – это зуб в области морды, это зуб в области глаз, эритема. Это характерная область под хвостом, именно когда собаки начинают там чесать, и очень часто зуб под хвостом связывают с воспалением паранальных желез и глистами. Это тоже причины, но если перед вами собака, которая чешет периональную область, при этом у нее воспаляются уши и красные лапы, то это все-таки, скорее всего, зуб, который вызван аллергией. Также на следующей фотографии поражение на сгибе локтя – тоже это характерное место для аллергиков собак. Если мы говорим про кошек и про так называемый комплекс азинофильных горнулем, то это тоже достаточно клинически характерно выглядит. Это так называемая горнулема на нижней губе, которая проявляется вот таким отеком, то есть как волевой такой подбородок становится у кошки. Это индолентные язвы, которые поражают верхние губы, и они обычно безболезненные, они обычно не кровят, кошку особо никак не беспокоят, но выглядят, может, достаточно страшно быть. Они могут быть как с одной стороны, так и с двух. Также характерный симптом для кошек – это так называемые азинофильные бляшки, которые выглядят как такими приподнятыми поражениями, которые сочатся, краснеют, которых кошек обычно беспокоят, и кошки там вылизывают. И еще в комплекс азинофильных горнулема входит так называемая линейная горнулема, которая чаще всего поражает такую линию, которая идет по задней ноге, по заднему бедру, и это поражение проще, наверное, даже прощупать, чем увидеть, потому что если вы начнете это щупать, то будет как такой жгутик такой, который легко пальпируется, но под шерстью его можно особо и не заметить. Ну, опять же, немножко по поводу диагностики непосредственно пищевой аллергии. Что хотелось бы упомянуть, что, во-первых, нет никакого достоверного теста на пищевую непосредственно аллергию. Ряд лабораторий эти тесты предоставляет, но это просто выброшенные деньги, там очень большой процент ошибки, они неинформативны, и ориентироваться на них совершенно не нужно. Такой момент, что на новый продукт аллергии не бывает, то есть если мы говорим про пищевую аллергию, то это аллергия, которая случается на то, что уже животное давно кушает. То есть если вам говорят о том, что мы первый раз ему дали там бананчик, он вдруг у нас зачесался, то, скорее всего, все-таки дело не в бананчике. И единственным способом диагностики пищевой аллергии является так называемая исключающая диета. То есть если мы говорим о том, что пищевая аллергия – это аллергия на что-то новое, то смысл в том, чтобы убрать все, что животное кушало раньше и ввести что-то на новом источнике белка. То есть если, предположим, животное не кушало конину никогда, то ввести рацион на конине. И это не то, что мы меняем фирму на фирму, либо мы переходим с натуралки на корма. То есть главное – убрать все источники, которые кушало животное, и ввести для нее что-то новое. И обязательно это как бы с последующей провокацией. Такой момент еще, что в плане вот таких исключающих диет иногда назначаются гидролизаты курицы, которые, ну, были исследования, которые показали, что вот эти гидролизаты куриные, если животное уже раньше ело курицу, если это доказанный пищевой аллергик на курицу, то они могут реагировать и на эти гидролизаты. Поэтому если животное раньше кушало курицу, то куриный гидролизат, наверное, лучше не использовать для такой исключающей диеты. Следующий момент, что пищевая аллергия бывает редко, опять же. Чаще это не пищевые аллергики, и мнение о том, опять же, что пища во всем виновата, здесь далеко не так. Пищевая аллергия – это редкое явление. И такой момент еще, что аллергии на все не бывает, потому что приходят владельцы и говорят, у нас аллергия и на курицу, и на говядину, и на баранину, и на рис, и вообще уже мы ее три дня не кормим, она только воду пьет и все равно чешется. То есть, что опять вам может сказать, а может быть, здесь пища-то совершенно ни при чем. Так, а как, собственно говоря, выяснить, на что у нас аллергия? Делается это только такими методами исключений. То есть, мы сначала начинаем диету, которая у нас длится полтора-два месяца. Параллельно с этим, возможно, нам потребуется какое-то антибикробное лечение либо препараты для снятия зуда. Но такой момент, что они у нас должны отмениться до окончания диеты, чтобы еще у нас какой-то несколько недель точно был период, чтобы животное находилось на диете и без каких-то дополнительных средств для снятия зуда, либо антимикробного лечения. Ну и обязательно обработка от блох, которая проводится регулярно и дольше, чем у нас длится диета. Вот, и как это все оцениваем? То есть, у нас проходит полтора-два месяца. Если у нас как бы все хорошо и все замечательно, то делается так называемая провокация. То есть, мы возвращаем животное полностью на тот рацион, который он кушал. И, собственно говоря, смотрим за симптоматикой. И какие результаты мы с вами можем получить? То есть, если мы говорим о таком классическом проявлении пищевой аллергии, то если мы возьмем, ну, как за критерий зуд, то до диеты у нас зуд будет достаточно сильный. На диете он у нас пройдет, на провокации, на возврате на прошлое питание он у нас опять усилится, и опять при возврате на диете он у нас как бы прекратится. То есть, для диагностики пищевой непосредственной аллергии вам нужно вот такие вот три точки. То есть, это улучшение на диете, ухудшение на провокации, опять улучшение на возврате на диету. Только тогда мы можем говорить по поводу пищевой аллергии. Еще какие у нас могут быть варианты, то есть предположим у нас животное до диеты чешется на пятерочку, на диете у них никак не изменилось ничего, ну и собственно говоря на провокации все идет ровно, то есть никаких изменений у нас нет, либо наоборот у нас эти изменения хаотичные и никак с диетами вообще не связаны. То есть тогда мы говорим здесь про непищевую аллергию, про атопический дерматит. Также могут встречаться сочетанные аллергики, то есть это может быть и пищевой аллергика и атопик. Тогда какие результаты мы с вами получим? То есть до диеты будет сильный зуд, на диете он снизится, но не до конца, на провокации он опять усилится, на возврате на диету он опять снизится, но опять же не до конца. То есть мы тогда в данном случае можем говорить, что да, пища играет роль, но здесь это может быть еще и не пищевой аллергией. Как вы думаете, какой вариант у нас здесь возможен, если у нас, предположим, на диете зуд сильный, мы начинаем диету, у нас все хорошо, у нас на провокации все хорошо. А еще какие-нибудь? Блошиный раз, еще какой-нибудь есть вариант? Ну это, собственно говоря, либо атопия, либо блошиный дерматит, потому что у нас, не забываем, что идут обработки от блоха, может быть, как раз нам они и помогли. Но не исключено, что это мог быть и какой-то сезонный аллергик, у которого была вспышка аллергии, был какой-то аллерген, потом, не знаю, цветение какое-то закончилось, и аллергия, собственно говоря, закончилась. Вот, и когда вот это все там владельцам проговариваешь, вроде там объясняешь, там рассказываешь, то есть все равно можешь услышать фразу, что, знаете, все-таки курица здесь точно, вот точно. Но, опять же, прежде чем ее винить, во-первых, убеждаемся, что перед вами аллергик раз, во-первых, убеждаемся, что это пищевой аллергик, то есть улучшение на фоне диеты, ухудшение на провокации и улучшение на возврате на диету. И вот только тогда, если мы убеждаемся, что это пищевой аллергик, только тогда мы начинаем подбор продуктов. То есть раз приблизительно в две недели мы вводим на фоне диеты один продукт и смотрим на реакцию. В общем-то, к чему все это было сказано, что в 99,9% случаев курица здесь совершенно ни при чем, и немножко нужно этот шаблон менять, и курицу во всем, собственно говоря, не винить. Она не такая уж и плохая. Следующее, о чем поговорим, это о лысеющих кошках, о том, что у них что-то может быть гормональное, и таких кошек часто достаточно отправляют к эндокринологам. Насколько это оправдано, мы сейчас попробуем разобрать с вами. То есть вот такая кошка с симметричными боковыми аллопециями, но прежде чем у нее подразумевать что-то эндокринологическое, нам нужно вспомнить, какие у нас в принципе эндокринные заболевания и гормоны могут влиять непосредственно на рост волоса, какие животные ими болеют, и, собственно говоря, будет ли вот такой знак равно в диагнозах между кошкой с симметричными аллопециями по бокам и с собакой. Итак, вкратце по поводу заболеваний, которые могут ввести вот к таким симметричным аллопециям. Это гипотиреоз, болеют собаки, у кошек это какие-то вообще единичные случаи какого-то там описанного врожденного гипотиреоза, либо при удалении щитовидной железы. Нехватка гормонов щитовидной железы ведет к снижению скорости роста волоса, и мы видим, собственно говоря, клиническую картину. Но это собаки. Следующий момент, что не нужно путать гипотиреоз и гипертиреоз. То есть гипотиреоз это собака, гипер это кошка. То есть собака с гипотиреозом это такая, ну скажем так, толстая печальная собака, которая там много спит, которая может даже заснуть у вас на приеме с симметричными аллопециями. То есть это такая классика жанра. Ну и гипотиреоз это с точностью до наоборот, это кошка, которая худая, которая взъерошенная такая, нервная, всегда голодная. Но при этом волос у нее выпадать не будет. То есть симметричный аллопеция у нее при этом не будет. Еще из заболеваний, которые могут ввести к нарушению роста волоса, это кушинг. Это опять же собаки. Повышение кортизола может также подавлять анаген, вызывать атрофию сальных желез, волосяного фолликула, снижать синтез коллагена. Собственно говоря, все эти процессы нам дают вот такую клиническую картину диффузных аллопеций. У кошек это редко, то есть это какие-то единичные случаи, которые там, если вам они попались, ну, наверное, там можно публиковать. Но это редкое явление у кошек. Ну, по клинической картине, да, полидепсии, полиурии, аллопеции, отвисший животик, то есть такие классические проявления собаки с кушинга. Еще третье эндокринологическое заболевание – это гиперэстрогенизм, который ввести может к такой же клинической картине. Опять же, болеют этим собаки, это не кошки, собаки. Если мы говорим про эстрогены, которые влияют на кожу, то они подавляют анаген, то есть подавляют рост волоса, они вызывают атрофию сальных желез, вызывают гипертагментацию. То есть мы можем получить такую же клиническую картину. У кобелей это нужно не упускать, потому что есть крипторки, у которых эта проблема случается достаточно часто. И у сук – это кисты и опухоли яичника. Проявляются клинические, опять же, практически так же. Это спонтанные аллопеции, гиперпигментация, плохое качество шерсти, может быть увеличение сосков при этом. То есть у кобелей может происходить феминизация. То есть заболевание, которое по клинической картине тоже может быть схоже, но, опять же, болеют этим собаки. Если мы говорим про андрогены, то на рост волоса они никак не влияют, они могут со стороны кожи усиливать только работу сальных желез. Итак, кошка лысеет у нас. Ответили на первый вопрос, что три заболевания, собственно говоря, могут приводить к выпадениям волоса и к таким симметричным аллопециям. И болеют ими собаки. Кошки – это крайне и крайне и крайне редко. И поэтому вот такая кошка и такая собака, они будут совершенно не равны по диагнозам. То есть если у вот этой собаки волос выпадает сам и не растет за счет ряда обменных процессов, которые могут быть связаны с эндокринологией, то такая кошка, она сама вылизалась. То есть это признак, собственно говоря, зуда. То есть у нее волос выпал не сам, она сама помогла себе. И нужно задаться вопросом, а в принципе, а само ли выпадает? Потому что владельцы, например, могут иногда не замечать того, что кошка более часто вылизывается, что она как-то чешется, но умывается и умывается сидит. Ну и что там, да? И как, собственно говоря, мы сможем это сделать, что кошка вылизала себя сама? Ну, во-первых, это места, которые кошка может достать языком. Хотя встречаются владельцы, которые там приходят на прием, там у кошки явно вылизан боком, говоришь о том, что она вылизывается, они говорят, да что она, да, да туда не достанет. Вот, приходится на приеме там чуть ли не голову вот так поворачивать, чтобы, посмотрите, достанет. Да, сама еще и дальше достанет. Вот, следующее, можно одеть воротник. Ну, может быть, это не очень актуально, да, мы на нее оденем, да, кошка обрастет, но первопричину мы с вами не уберем, все равно чесаться у нее все будет. Ну и сами владельцы, собственно говоря, отмечают иногда, да, что в воротнике кошка зарастает, снимают, опять лысеет. Ну, такой наиболее простой способ, это, ну, и быстрый, как бы, и себе доказать, если вы все-таки еще сомневаетесь, само у нее это выпало, либо все-таки она себе помогла сама это провести трихоскопию, то есть надергать волосков из этих мест. И если в норме волос будет, ну, с заостренным кончиком таким-то вот здесь, как на фотографии, это явно волос травмирован, то есть он тупо заканчивается, он как такой, как обрезанный, как расщепленный, да, то есть это признак зуда. Также можно спросить у владельцев по поводу рвоты, да, потому что кошка, которая часто себя лижет, она, у нее будет часто, предположим, рвота, да, с этими примесями шерсти. Либо может шерсть быть в кале. Ну, как бы еще раз, как такой момент, да, что кошка лысеет, да, если подразумевать что-то гормональное, это крайне и крайне и крайне редко у кошек, лысеющие по бокам кошки, это кошки все-таки вылизанные, и к эндокринологам им их отправлять не нужно. Вот, еще, следующий момент. Как вы думаете, подвержены ли белые собаки аллергии больше, чем другие? По цветам. Так, породные? Нет, с породами здесь, ладно, ладно. В общем, это неправда, это тоже такой миф, который засел, да, что если это белая собака, то она обязательно будет аллергикой, но это совершенно не так. На белых собаках просто лучше видно, то есть если мы посмотрим вот на эту собаку, и она была бы черной, то мы бы даже не заметили, что она грязная, да, и вот пример вот этих двух лабрадоров, на светлом лабрадоре гораздо будет лучше видно, что у него там где-то красный между пальчиками, что у него покраснели там глазки, что у него покоричневела шерстка, это будет также и у черного лабрадора, но просто это будет менее заметно. И, опять же, упомянули вест-хайландов, да, это действительно такой момент есть, что аллергии закреплены за некоторыми породами, встречаются достаточно часто, но здесь дело не в цвете, был бы он там, не знаю, там рыжим-черным, если у него за этим закреплено, то он будет как бы по породе аллергикой. Ну, я как бы по поводу вестов, ну, нормального веста, наверное, увидела только один раз, когда они пришли там просто там с какой-то опухолью, я его облазила всего, да, я у них спрашивала, что точно никогда там ушки у вас не болели, и лапки никогда не вылизывал, нет, это был вот один вест. В той или иной степени это порода, которая действительно аллергики, и в меньшей или большей степени это у них проявляется, то есть просто кого-то это беспокоит, кого-то нет. Но, опять же, если мы говорим про цвет, цвет здесь на аллергии никак не влияет. Так, дальше. Такой момент немножко по блохам. То есть достаточно часто, когда, ну, приходят люди, когда им начинаешь говорить о том, что существует аллергия, в принципе, на укусы блох, фразы у нас блох нет, и как бы такое прям, что вы что, с ума сошли, какие блохи, да, но мы их не видим, да, у нас их нет. Но нужно немножко разделять два понятия. Это блошиная инвазия, то есть когда блох действительно много, когда они прыгают, скачут, там, толпами бегают. Если это много животных, то они будут на всех. Это животные, которые практически все будут чесаться. И нужно немножко разделять такое понятие, как гиперчувствительность к укусам блох, да, то есть как аллергическая реакция на слюну, на укус. И когда людям начинаю говорить, да, что, вот, там, возможно, аллергия на укусы блох, я им сразу не что вы, что вы, что вы, что вы, я не говорю, что их там много, да, я именно говорю о том, что есть аллергическая реакция, при этом вы их можете не видеть совершенно, да, то есть это какие-то могут быть изиничные укусы. И такой момент, что при этом, ну, если там несколько животных, то они могут все не чесаться. То есть может при этом чесаться один, остальные совершенно не чесаться. И, опять же, связано с аллергической реакцией, да, именно на укус. Вот, и как можно, может быть, владельцам это более просто объяснить, да, здесь у нас есть люди, которых комары не кусают? Нету? И знакомых у вас таких нету, которые говорят, что их комары не кусают? Нет? У меня есть. Вот, просто есть действительно люди, которые говорят о том, что у нас там не кусают комары, и там не нужны особо какие-то средства от комаров, но это не значит, что их не кусают, это значит, что у них просто нет такой аллергической реакции именно на вот этот укус, да, то есть их также кусают, но они на это просто так не реагируют, потому что, да, комара кусила, зачесалась, вот такая местная аллергическая реакция пошла. Вот, поэтому не пренебрегайте обработками от блох, да, если вы начинаете диагностику аллергии, то обязательно, чтобы у вас животное было от этого прикрыто. Ну и немножечко таких моментов о блохах, да, ну, во-первых, там определенные стадии развития проходят, это, да, там блоха, которые откладывают яйца, потом это личинка, куколка, вот, и такой момент, что зимой тоже есть блохи, то есть они прекрасно живут в квартирах, в подвалах, у соседей, то есть, и происходит иногда такой момент, что люди зимой бросают обработки, если это у нас животное, которое может быть гиперчувствительно к этим укусам, то как раз зимой может пойти обострение, то есть они все бросили и получили какое-то ухудшение, потому что мнение о том, что блох зимой не бывает, это не так, они также прекрасно существуют с нами в квартирах, так же, как там и какие-то паучки, тараканчики, там и муравьи, которые также прекрасно к нам заходят в квартиру, и для блохи это тоже совершенно не проблема. Вот, момент о том, что блохи являются переносчиками ленточного червя, поэтому если вы увидите на животном блох, то не забудьте владельцам напомнить, что все-таки от глистов им нужно обработаться тоже. На животном только же процентов 5, наверное, от всей популяции, то есть если вы увидели одну блоху, значит еще у вас там остальные проценты где-то вокруг. Вот, в стадии куколки могут находиться месяцами, то есть, опять же, не проблема им перезимовать на даче, когда животных нету, то есть куколка достаточно хорошо выживает. И личинки, если мы говорим про них, то они прячутся где-то в коврах, в щелочках, в нишах, то есть иногда некоторые люди, даже там приподнимая ковер, их там находят, хотя совершенно не подразумевая, что они там могут быть. Так, далее. Ну, полечим стафилококк с вами немножко, потому что это тоже, помимо курицы, это, наверное, следующее, с чем приходит, то есть его лечат, активно лечат, но здесь тоже есть свои нюансы, то есть то, что мы там лечили стафилококк, либо лечим стафилококк, эта фраза тоже постоянно встречается. Такой момент, что бактерии есть везде, наша кожа нестерильна, мы с вами нестерильны, окружающая среда у нас нестерильна, и мы как бы с этими бактериями нормально сосуществуем. Вот, и вопрос, лечить или не лечить, вот лечить нужно, если есть какие-то клинические признаки, да, бактериальной инфекции, то есть это пустулезный дерматит, это так называемая, да, когда это папула, которая переходит в пустулу и потом становится с трупом, это эпидермальные воротнички, это лихинификация, это какие-то более глубокие поражения, там свищи, узелки, эксудация, то есть если мы видим клиническую картину, это одно, да, то есть если ее нету, это другое. Вот здесь на фотографиях, ну, клиническая бактериальная инфекция, то есть на первой фотографии у нас здесь есть там и пустулы, и эпидермальные воротнички, там участки с трупа, вот здесь на этой фотографии тоже такой большой эпидермальный воротничок с эритемой, вот здесь очаговые аллопеции, которые уже там являются следствием фолликулита, то есть когда вовлекается в процесс волосяной фолликулы, потом выпадает волос, то есть должна быть какая-то клиническая симптоматика перед тем, чтобы начинать какое-то лечение. Опять же такой момент, что бактерии и бактериальное воспаление, оно всегда вторично. Вы можете облечить собаку, постоянно там, лечая ему бактериальные инфекции, но если вы не устраните, не возьмете под контроль первопричину, все ваши там успехи будут временными, то есть вы пролечите, опять это вернется, пролечите, опять вернется. То есть обязательно момент, что найти нужно первопричину. Залезла в интернет по поводу, почитать там по поводу бактериальной инфекции и наткнулась на такие моменты, что как причину там упоминают, это весную инвазию там и усталость, и переутомляемость, но это совершенно не причины, которые вообще не имеют никакого отношения к развитию бактериальной инфекции. И витамины не влияют, да, это какие-то работы внутренних органов, и печень здесь вообще совершенно ни при чем. Вот, если мы говорим про основные причины, почему начинает развиваться бактерия на коже, да, и почему падает вот эта защитная функция кожи, которая позволяет им развиваться, то здесь их, собственно говоря, несколько. Это паразиты, это аллергии, про которые поговорили, да, это эндокринопатия, это аутоиммунные заболевания, либо там ряд других заболеваний, которые могут быть связаны с нарушениями каротинизации, там, сибоденит, с независимой дерматозой и другие. То есть, опять же, если у вас животное, которому вы лечите бактериальную инфекцию, все-таки нужно найти причину, потому что, если это аллергик, который к вам приходит там периодически с какими-то там бактериальными инфекциями, то если вы не возьмете аллергию под контроль, вы можете лечить это все долго. Как такой пример по поводу посевов и бактерий? Этоксиму, мы полтора года пришли на прием с тем, что полгода назад у них в посеве обнаружился стафилококк, ужасный, и его лечат уже полгода, и одними антибиотиками, и другими, и эффекта они никакого не видят. А, собственно говоря, жалобы у владельцев на то, что у него есть облысение в области шеи, в области висков, в бедер и за ушками, да, то есть вот так он выглядит. Опять же, прежде чем лечить этот стафилококк, у Тима нету никаких вообще симптомов бактериальной инфекции, у него нету ни пустул, ни папул там, ни струпа никакого, это просто паттернолопеция, которая косметической проблемой является. Еще такой момент, который клинически не важен, наверное, но ряд лабораторий, когда высеивается стафилококк интермедиус, он на самом деле у собак это не интермедиус, а псевдоинтермедиус, то есть который входит в группы вот этих интермедиусов. И как раз, если мы говорим о собаках и кошках, то это псевдоинтермедиус, но его просто вот до сих пор называют интермедиусом. Вот. Так. Собственно говоря, про посев немножко, да, какие у нас показания к посеву. То есть брать с каждой собаки и кошки посев, даже если там у нее есть бактериальная инфекция, это изначально совершенно не нужно. Во-первых, убеждаемся, да, что есть у нас клиническая картина бактериальной инфекции, раз. Во-вторых, если у нас, предположим, нет ответа на какую-то стандартную антибиотикотерапию, да, то есть брать металлогическими дозами, хорошими курсами, там, если это поверхностная пиодерма, то это может занять несколько недель, если это глубокое вплоть до нескольких месяцев, да, то есть если я вижу, что у меня собака не отвечает, предположим, там, приходит через две недели на контроль, да, и я вижу, что у меня и в цитологии бактерии сохраняются, по клинической картине она как-то, да, особо не улучшается. Вот тогда это показания к посеву. Вот, еще показания к посеву является то, что, например, когда приходит животное, и вам говорят о том, что мы уже здесь его 5 дней покололи одним, потом там 7 дней вот еще сменили антибиотик еще другим, а еще мы сами решили подавать вот еще недельку вот такой антибиотик, то есть вот такие антибиотики, которые в небольших дозах идут короткими курсами, это как раз тоже может быть поводом для посева, потому что вот такие частые назначения антибиотиков небольшими дозами и короткими курсами могут привести к тому, что мы вырастим устойчивую бактерию, которая может быть устойчива к большинству антибиотиков. Еще показаниями к посеву являются палочки в цитологии, то есть если мы берем цитологию с кожей, видим там палочки, то это действительно может быть показанием сразу к посеву, потому что с ними бывает сложнее бороться. И откуда мы берем посев, да, то есть это мы не просто там по коже мажем и отправляем, то есть мы берем из какого-то очага, то есть если это пустула, предположим, да, то мы ее кратненько вскрываем и берем материал из пустула. Если это глубокие поражения, какие-то свищи, то опять же берется из глубины, может быть, даже пунктатом, то есть чтобы это было непосредственно из поражения. Такой момент, что перед посевом желательно сделать все-таки цитологию, чтобы посмотреть, во-первых, что там за бактерии живут вообще, а есть ли они там, потому что если у вас стерильная какая-то пустула, то может быть здесь дело и не в бактериальной инфекции совсем. Желательно посмотреть, какие бактерии там живут, там определится, коки это или палочки, а может там вообще и какие-то грибы, да, мы на антибиотику чувствительность даем. Потому что может получаться такой момент, что когда мы сдаем посев, то есть мы берем цитологию, предположим, здесь мы видим, что у нас и коки есть с фагоцитозом, и вот палочки, то есть в цитологии у меня есть и те, и те бактерии. Но по посеву, предположим, у меня выселись только коки, что мне говорит о том, что у нас есть там еще какие-то бактерии, о которых мы можем не знать, да, и здесь могут быть тоже свои нюансы в плане назначения антибиотиков. Так, то есть посев берем, но с умом и на каждом животном, с каждого животного его взять тоже не нужно, потому что люди приходят с этими кучами посевов, которые могут быть вообще не актуальны совершенно. Так, полечим немножко печень. Ну, во-первых, сразу скажу, что не нужно ее во всем винить, потому что она здесь тоже в большинстве случаев совершенно вообще не виновата никак. Такой нюанс, что люди тоже приходят с анализами, говорят о том, что у нас печень отвалилась, вот посмотрите, какие ужасные завушения. У них там какие-то небольшие повышения ферментов, собака себя чувствует или кошка абсолютно нормально, но они упорно ее лечат. Ну, не нужно лечить печень, если это не требуется, и опять же, небольшое какое-то повышение ферментов может совершенно не говорить о какой-то патологии печени. Проблемы с печенью никак не влияют на кожу, они не ведут ни к зуду, ни к каким-то поражениям, и более, опять же, чем в 99% случаев с кожей печень вообще никак не будет связана. Вот, но есть одно действительно редкое заболевание, это так называемое некролитическое эмигрирующее эритемо или гепатокожный синдром, который бывает крайне редко. Вот, выглядит это, во-первых, это собака старая, это собака с таким сплотным струпом, с эрозиями на подушечках, в зоне кожно-слизистых зон, то есть старое животное с такой клинической картиной действительно может быть, у которого действительно могут быть проблемы печени, но это очень и очень редко. По УЗИ мы можем характерно увидеть так называемые пчелиные соты, то есть когда печень такая вся, как соты пчелиные. И выживаемость после постановки такого диагноза в среднем полгода. То есть если к вам ходит собака, вы лечите печень ей, не знаю, 5 лет, то это совершенно не говорит о данной патологии. Патология есть, и если вам вдруг повезет, вы увидите такую собаку действительно с неподкожным синдромом, в таком редком случае вы можете сказать, что действительно печень может быть виновата в этом. Так, по поводу экземы немножко поговорим. Ну, в это понятие экземы вкладываются вот такие поражения, которые эксудативные, которые резко возникают, которые обычно болят, подсачиваются, беспокоят собаку. Но нет такой нозологической единицы в ветеринарной драматологии, как экзема. То есть называть это экземой все-таки неправильно. Это так называемый пиотравматический драматит, либо ходспот он называется. То есть, ну вот, называют экземой, но это совершенно не так. Это пиотравматический драматит. И еще раз, такой нозологической единицы в ветеринарной драматологии нет. Что еще хотелось бы сказать по поводу таких поражений, потому что достаточно часто они бывают в области головы, щек, то есть где-то вот в этой области. Если вы видите у собаки такое поражение, то взгляните собаке в ухо, потому что вот этот пиотравматический драматин называется, собственно говоря, травматическим, потому что является следствием какой-то травмы. И собака, которая начинает чесать себе уши, очень характерно могут появляться вот такие поражения в области щек. Поэтому если вы видите такую собаку, гляньте в ушки, там скорее всего будет какое-то воспаление. Так, ну что касаемо крови. Тоже люди приходят с кучами анализов, пищеплиническими, биохимиями, показывают, что мы вставали, мы искали причину. В большинстве случаев драматологических проблем кровь здесь брать совершенно не нужно, потому что кровь нам не покажет ни причин зуда, не выявит ни кожных паразитов, не выявит пищевые аллергены. То есть да, она покажет функцию там внутренних органов, которые никакого отношения к зуду и к поражениям на коже не имеют. Вот. Повод сдать кровь именно там драматологическим пациентам, да, если, во-первых, есть какие-то признаки эндокринопатии, действительно, если пришла на прием собака с кожаной проблемой, но при этом она, собственно говоря, себя сама плохо чувствует, да, то есть, ну, почему бы не сдать тогда, да, но это нам не даст ответа на кожные вопросы. И кровь сдается на мониторинге, мониторинг на фоне лечения, то есть если у меня собака там находится в лечении преднизолоном, либо циклоспорином, то есть она периодически сдает кровь, чтобы там контролировать ее состояние. Немножко поговорим про уши. Такой момент, что, опять же, как и в плане кожи, как и в плане бактерий на коже, в ушах инфекция всегда вторична. То есть, да, мы сдаем мазки, мы находим там малосезии, там либо коки, мы их лечим, опять приходит к вам через пару месяцев опять собака, опять сатитом, вы опять ее пролечиваете, она опять к вам приходит, и вот так вот получается, что она к вам ходит, 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 вы бактерии-то и грибы лечите, лечите и лечите, но они возвращаются. И если, опять же, не взята под контроль первопричина, вы можете обличиться эти уши, вы можете вечно убивать эти грибы и бактерии, которые там живут, но, опять же, если это аллергик, который ходит с сатитами к вам, то если вы не возьмете его аллергию под контроль, то лечить это можно пожизненно все. Да, также из первопричины это может быть и отодектоз, и какие-то новообразования и полипы, то есть, если, предположим, к вам пришло старое животное какое-то с односторонним отитом, у которого никогда не было никаких проблем с ушами, то здесь вариант новообразования, например, очень может быть вероятен. Также и ряд аутоиммунных заболеваний, эндокринопатии тоже могут влиять на воспаление в ушах. Такой момент, что по поводу объема капель. Мы лечим наружный отит в основном местно, а местное лечение заключается в том, чтобы оно действовало местно на коже. И в инструкциях, как написано, там покапать по пару капелек может быть недостаточно, потому что это просто сверху размажется, а внутрь никак не попадет. Поэтому объем капель должен быть где-то от 0,3 мл до 1,5 мл. А на такую собаку с такими огромными ушами и все два можно заливать. То есть, опять же, смысл в том, чтобы препарат попадал поглубже и действовал местно. Пара капелек недостаточно на ушки, особенно на большие. Сталкиваюсь еще с тем, что берете посев из уха, и в большинстве случаев это, опять же, совершенно не требуется. Посев из уха – это несколько совершенно причин, поводов есть его взять. Но, во-первых, если вы его собираетесь брать, это нужно, во-первых, ориентироваться на цитологию, опять же, потому что если у вас там грибы, а вы берете посев на бактерии, то смысла в этом никакого не будет. Повод взять посев только если у нас не поддаются адекватному лечению отиты. То есть, что значит адекватное лечение? Нет, значит, у нас хороший объем капель, у нас хорошая длительность лечения, то есть несколько недель они капают, что состав капель соответствует тому, что, собственно говоря, находится в ушах. То есть, если у нас там грибы, то нам нужны противогрибковые компоненты, если бактерии, то антибактериальные, если нам нужен какой-то стероид, чтобы подзаглушить воспаление, плюс стероид. То есть, только тогда, если владельцы хорошо капают, если владельцы там все выполняют, если капли хорошо попадают внутрь, то есть мы соблюдаем длительность лечения, и все равно у нас какие-то есть проблемы с бактериями, тогда это может быть поводом посева, но это обычно крайне редко бывает. Показаниями к посеву может быть средний отит, но на приеме взять этот посев, это практически невозможно залить стерильно именно в среднее ухо, чтобы ниоткуда ничего не подцепить. И, предположим, если это животное со средним отитом, и оно идет на, например, дренирование среднего уха, тогда мы просим, что возьмите оттуда посев, чтобы посмотреть, что у нас там за бактерии, потому что средний отит нам будет требовать системного лечения. Еще такой момент, что, в принципе, посевы, они основаны на концентрации антибиотиков в крови, а при системном использовании, но уши мы лечим местно обычно, и эта концентрация местных средств, она гораздо выше получается, чем в крови. Поэтому, если у вас даже по посеву там пришло, что он не отвечает на антибиотик в такой концентрации, то если вы примените его местно, получится концентрация больше, и он вполне может сработать. Так, ну и опять же, да, первопричину. Берем первопричину под контроль. Опять же, инфекции вы можете лечить очень долго. Нужно искать, с чем она связана и почему она возникает. Так, ну и немножко хотелось поговорить про прием драматологов в принципе, да, потому что какие возникают вопросы, когда, ну, подходят, совершенно не против что-то посмотреть, что-то сказать, да, чем-то помочь. Но такой момент, что вопрос там, да, там 15 минут до следующего приема, ну, возьми собачку, посмотри, что, 15 минут не хватит тебе? Ну, не, не хватит мне 15 минут, потому что прием драматолога по-хорошему длится час. То есть это сбор анамнеза, это осмотр как там непосредственно кожи, так и общий, это взятие каких-то, да, там, цитологий и соскобов, которые в это время смотрятся. Опять же, обсудить все это с владельцами, как, что, почему, да, заполнить карту, и обсудить еще раз назначение. То есть если мы говорим про такой адекватный прием, то 15 минут на него совершенно не хватит. Такие еще вопросы там, да, ну, по поводу фото, я посмотрю, это совершенно несложно, да, но насколько я смогу помочь по фото, потому что когда не увлекалась там тоже драматологией, подходила к драматологам, там, да, говорила, ну, там какая-то собачка, там, ну, какие-то корочки, там, да, что это может быть, чем помазать. И вот начинается, а надо посмотреть, а надо взять и думаешь, ну, что, сложно так сказать, что ли, чем помазать, и что это такое. На самом деле, действительно, может быть сложно. И по фото, и по описанию можно не понять, что это за поражение, потому что как раз на изоболевания могут выглядеть абсолютно одинаково. Например, на этих четырех картинках, ну, визуально поражение выглядит приблизительно одинаково, да, ну, вот какие-то аллопеции, какой-то струп, но, как бы, если мы будем говорить про диагнозы, то здесь совершенно разные у нас получаются диагнозы. То есть первое – это дерматфития, вот это собачка с пиодермой, это с листовидной пузырчаткой, и это с демодекозом, да, то есть если по фото посмотреть на собаку, здесь есть, могут быть разные варианты, но и лечение, собственно говоря, будет разным. Вот, также и одно и то же заболевание может выглядеть по-разному. Например, здесь четыре животных, да, четыре фотографии, которые, ну, с разными именно клиническими поражениями, да, то есть вот эта собака с очаговыми аллопециями, здесь, ну, уже как и лихинификация такая на лапах, вот эта собачка там со струпом с эритемой, ну, и эта собачка вообще с более глубокими поражениями, здесь и струпы, и эрозии, и там язву уже даже, вот, как вы думаете, что это может быть? Ну, да, это демодекоз. Вот, то есть демодекоз демодекозом, но это тоже может иметь клиническую свою разную картину, то есть поэтому как одно заболевание может выглядеть по-разному, так и одно и то же может, как бы, вернее, разные могут выглядеть одинаково. Вот. Ну, наверное, на сегодня все. Спасибо за внимание. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова